Друзья, всем привет! Рада вас снова видеть на своём канале. Для тех, кто впервые у нас в гостях, меня зовут Елена, и со мной моя маленькая Сонечка. Всем хорошего настроения, друзья! А у нас очередной мукбанг. Сейчас время обеда, на улице, как всегда, жарко, лето. Поэтому я приготовила простой, но очень вкусный нам приём пищи. Просто отварила спиральки, макарончики и пару сосисок. Сосиски очень вкусные. Забыла, как называется фирма, если честно. Но в распаковке я показывала не раз эти сосиски в упаковке. Также у меня здесь соевый соус, к сосискам немножко горчички. Это себе, Соня не будет. И также у меня салатик, свежая капуста, репчатый лук. Немного я порезала свежего укропа сюда. Также заправила всё я маслом с запахом подсолнечным. Ну и немножечко добавила адыгейской соли. С адыгейской соли очень вкусно. Тебе положить салатик дальше? Не будешь? Все, кто кушает, будет вместе с нами. Всем приятного аппетита, друзья! Так, тебе макароны хочешь немножечко? А я все пойму. Потому что немножко надо. У Сони к сосискам у неё там кетчуп я немножко сразу положила ей. Ну а я с горчицей. Также попить себе и Соня налила водичка у нас обычная, самая прохладная. Жарко, не хочется ни чая, ничего не хочется такого. Поэтому мы... Обожаю эти сосиски. А ну... А те же они вкусные. Не помню, что называется. Вкуснотища. Ну что ж салатик не хочешь, Соня? Сосиск съела и всё. А салат? Маску не хватает. Как сосисочкам. У нас немножко солнышко съело. На улице жарища. Просто духота, жара. На солнце находиться просто невозможно. Мы сегодня, Соня, на магазин тут прогулялись. Планировали... Ну, зашли на детскую площадку, конечно. Планировали... Хорошенько прогуляться, но... Жарко очень. Салатик положить? Да. Давай. Держи. Ну, вот рядом. Я могу тебя... Знаешь что, Соня? Макароны не солёные. Они солёные, но... Ага. Немножко своего соуса. Хочешь? Да. Будешь? Давай, чтобы вкусненько было. Много не буду, потому что соевый соус соленоватый. Всё-таки давайте перемешаем. Соевый соус, он весь... Не кушай. Давай, держи. Это вкуснятина просто. Да. Давно мы... Так просто не кушали. Макароны. И... Сосиски. Ну, что делать? Не хочу готовить. У меня... Плитку включишь. У нас не газ, а электрическая плитка. И всё. В этом... Приготовишь обед, либо ужин. А ещё на кочегаре, либо из где-то... Минус 20 точно. Пока остынет. Вообще, конечно. Поэтому... Я стараюсь что-то попроще в жару. Либо вставать вообще в 5 утра и готовить. Рано утром всё-таки немножечко попрохладнее. Хотя сегодня вот мы встали, пошли с Соней прогуляться в магазин. 18 градусов показывала температура. 18 градусов температура показывала. Что по факту? По факту всё равно жарко. Не смогли мы долго находиться. Не покатались так. Ну что, не покаталась, мама в стеночке писала. Потому что, ну... Сделали детскую площадку. Прям на самом слоцепёке. Горка в паровозике. Ну, вы видели, наверное, в роликах. Мы снимали уже эту площадку детскую. Соня. Покататься на детской горке невозможно. Так как она вообще из железа. Естественно, на солнце эта железная горка раскаляется просто очень быстро. Сонечка только-только хотела прыгнуть. На эту горку. Хорошо, что я его время остановила. Дай попробую. Приказнула с рукой, а горка просто вообще огненная. Если бы я бы не досмотрела, как у некоторых дети сами по себе бегают по детской площадке, был бы ожог. А кому бежать, никого жаловаться, непонятно. Скажется, а мама не досмотрела. Ну всё. Да. Летом нужно быть всё-таки осторожнее. Ну, даже машину. Детишки бегают, конечно. Прыгают. Не слушаются родители. Ну, что делать? Глаз да глаз надо. За маленькими детьми. Да. Вот я прям за Соней. Соня в паровозик, я в паровозик. Ничего. Немножко хоть детство вспомню. Наше детство такой красоты не было. Да. Были какие-то детские площадки, но такого точно не было. Да. Я же... Хоть мы в столице, наша родина живём в Москве, но даже в столице моё детство такого какого-то для детишек не строили. Алюминь. А что? Ну вот так. Только родители нам строили горки зимой, когда снегопад какой-то выпадал. Вот нам папа с братом всегда лепил снеговика. Также снега, снега много наберёт. И для детишек строил горку. Вот мы все катались. Зая классно. Соня ещё не каталась, Соня ещё не была. Мама ещё маленькая была. Давай с батью, да? С батью, с батью. Кушаем. Доедаем. А то скажут, на завтрак не доела, Соня. Не съела. Обед не съела. Я не перейду смотреть уже на ужин. Раз ты ничего не ешь, неинтересно. А мама съела всё. Мама молодец. Давайте помогу. Давай. Что ж такое-то? Я сосисочки съела и всё, и наелась. Соня, ну как так, а? Так некрасиво. Ну ладно, попозже, да, ты съешь? Да. Обещаешь? Ну ладно, хорошо. Жарко, аппетита, наверное, нет у Соньки. Хотя бегает, прыгает, и по дому бегает, и на площадке на детской напрыгались, набегались, много, ну достаточно много. Телефон показывает, что мы прошли 10 тысяч шагов. Успели. За нашу небольшую прогулку. Мне казалось, меньше, но. У меня программа специальная на телефоне стоит. Но она уже встроена. Телефон, когда покупала, она уже как бы это работала, встроенная была. Вот она. Эта программа показывает, сколько шагов ты за день проходишь. Не знаю, каким образом эта программа считает, потому что как бы телефон-то не всегда у меня в руках. В сумке, допустим. Ну, видимо, что-то там есть такое. Технологии идут вперёд. И вот телефон считает, да. Не всегда мы, правда, 10 тысяч шагов ежедневно проходим, но у меня такая цель. Кстати, я заметила, чем больше я стала ходить пешком, тем лучше стала моя фигура. Я стала меньше себя ограничивать во всём. Ну, такая, наверное, физическая нагрузка, лайтовая. Но, так сказать, я не могу себя заставить заниматься какими-то физическими там нагрузками, специально идти в спортзал, ещё что-то, бегать специально там. Либо, ну, какие-то виды спорта заниматься. Я, если честно скажу, мне не нравится. Из всех видов спорта мне нравится либо плавание, либо фигурное катание. Всё. То есть, естественно, фигурное катание сейчас не сезон. Плавать, конечно же, можно, но в Москве это не совсем хорошо. Конечно же, есть бассейны. Бассейн у меня прям недалеко от дома. Рядом с домом бассейн есть. Но, к сожалению, ходить вместе с Соней, мы даже всей семьёй хотели в неё ходить. Там какие-то ограничения по возрасту. Я не помню, не то с пяти или с колен, но Соня пролетает. Поэтому как-то так. А ходить одна, либо ходить с мужем, опять же, ну, я не могу по причине того, что моё свободное время, оно ограниченное. Я не могу его тратить на бассейн. То есть, если была бы возможность пойти с ребёнком, допустим, все вместе с семьёй. То есть, я бы, может быть, ходила бы. А так, ну, Соня большую часть времени, который я вот провожу с ребёнком, большую часть своего времени свободного провожу я с Соней. Поэтому время, которое там Соня находится в детском саду, оно не свободное, оно занято работой. То есть, я в это время работаю. Поэтому я не могу его тратить. То есть, если я пойду куда-то в бассейн, либо в спортзал, то фактически я не сделаю какие-то свои рабочие дела. Поэтому было бы удобно, конечно, взять ребёнка и пойти все вместе. Ну, хотя бы раз в неделю, я думаю, что достаточно бы было посетить бассейн. Хотя бы. Вообще, в идеале, наверное, пару раз в неделю. Сейчас, да, сейчас хорошо. Сейчас у тех, у кого рядом водоёмы, можно уже, не знаю, наверное, сезон открыт, можно плавать. Но в Москве это опасно. Вряд ли кто-то там купается. Хотя, я думаю, что такие, наверное, тоже есть. Отчаянные граждане. А Соня на море хочет. На море, не знаю, с морем тоже не получается. По ряду причин, не буду я сейчас озвучивать. Поэтому пока так, как-то пока здесь, в Москве. Надеюсь, может быть, в ближайшее время выберемся куда-нибудь за город. Очень хочется. На самом деле, так надоела эта жара. Хочется уже немножечко отдохнуть. Свежего воздуха, лесного хотя бы. Чтобы и озеро какое-то было. Чтобы даже в озере покупаться. Соня никогда не купалась. Я думаю, для неё это будет очень интересно. На сегодня пока всё. Всем-всем хорошего настроения, друзья. Самое главное. Чтобы у вас всё получалось, всё сбывалось. Спасибо вам всем огромное. Спасибо за лайки, за комментарии. За то, что подписались, поддерживаете. Пишите нам интересные комментарии. Позитивом заряжаете нас, Соня. И мы таким образом поднимаем свои ленивые пятые точки. Начинаем ещё больше записывать видео. Ещё больше вкладывать сил и времени в развитие канала. Благодаря вам наш канал становится лучше. Благодаря вам наш канал продвигается. Спасибо-спасибо всем-всем огромное, друзья. А на сегодня пока всё. Пока-пока, до новых встреч.